добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты для вас преображение при помощи макияжа и так модель гуля 52 года соответственно как сделать макияж который не подчеркнет возраст а наоборот его уменьшит ну и конечно вы смотрите меня регулярно значит вы подписаны на мой канал поэтому уже этот видео урок вы смотрели на моем канале то есть данный видео урок посвящен технике укладки объемной классной при помощи утюжка поэтому если вы любите утюжок в работе на короткие волосы то рекомендует видео урок посмотреть и так преображение укладка плюс макияж и вот оно преображение для гули конечно же я не пластический хирург я только делаю макияж и это преображение на один день но я думаю оно того стоит и так давайте подробно рассмотрим как я выполнила в данном случае макияж для начала работы я протираю лицо мицеллярной водой мне нравится самое обычное это гарни и соответственно приступаю уже к увлажнению кожи для этого я использую самый обычный гидролат розы распрыскивателем я вот так вот увлажняю полностью кожу и следующий шаг интенсивное нанесение крема вот любой увлажняющий крем который вам нравится который естественно будет служить в качестве базы соответственно можно использовать самое главное конечно же чтобы не было липкого состояния после крема чтобы крем не утяжелял впоследствии ни в коем случае не скатывался потому что естественно это база которая служит основой под макияж поэтому вот все эти требования если ваш крем увлажняющий прошел соответственно можно наносить я наношу не совсем стандартным способом очень жирно очень интенсивно и на видео я чуть-чуть сокращаю время поэтому обязательно проговариваю все моменты и так крем я оставил на 45 минут и он служит маской то есть увлажняющий маской все что нужно кожа впитала в себе а излишки я уже собираю при помощи той же самой воды то есть гидролат розы я побрызгала на лицо опять и ватным диском собрала излишки крема с лица таким образом кожа получила максимальное увлажнение я не говорю что это самый лучший способ или самый такой вот который безупречно работает нет на самом деле увлажнить кожу можно различными способами при помощи патчей масок или тут же самую сыворотку для лица использовать в любом случае есть различные способы и их нужно пробовать и выбирать для себя самый удобный поэтому я для себя один из способов выбрала непосредственно интенсивно наносить крем увлажняющий после этого перехожу непосредственно к макияжу глаз то есть для этого я тонирую века верхний века полностью затонировала консилером консилер севентин матовый хорошо кроющий очень тонкий прозрачный слой вот это правило которое всегда я советую при нанесении любого продукта на века потому что века мы знаем это движущая часть интенсивные мелкие мимические морщинки и соответственно макияж глаз бывает недолговечный поэтому все тонко прозрачно но в тот же момент все недостатки скрываем и так делаю белый лист бумаги для этого покрыла консилером все цветовые пигменты перебила и затем тут же его зафиксировала матовыми бежевыми тенями центральную часть века наношу уже непосредственно базу по тени вот база по цене также прозрачно тонко наносится и она служит основой для цветных любых пигментов то есть если вы хотите интенсивную стойкость теней обязательно используйте все-таки базу по тени но опять же ее нужно наносить непосредственно тонким прозрачным слоем дать чуть-чуть время все-таки впитаться но пару минут пока вы один глаз проработали второй глаз и приступаем к теням а теперь давайте разберемся в цветовых решениях если вы хотите сделать базовый макияж который абсолютно любому цветотипу подойдет то в таком случае вам нужно классика по цветовой палитре и в данном случае это будет коричнево-розовый оттенок и родственные с ним цвета в данном случае у меня палитра revolution несмотря на яркость этой палитры там как раз есть те самые коричнево-розовые оттенки которые составляют вот такой вот красивый базовый классический макияж и так техника нанесения плоской кистью тампующими движениями я наношу практически на всю движущую часть века если можно конечно так сказать ведь у гули азиатское строение глаз при такой форме складка практически не видно и получается мона века моя задача искусственно нарисовать складку поэтому я первый цвет как раз нанесла интенсивно по всему веку и сформировала саму форму впоследствии которой будет служить искусственно созданной складкой второй цвет слушать для растушевки то есть подбровное пространство внутренний уголок глаза и внешне я растушевала более светлым оттенком и так как макияж у меня не яркий вы видите после этого глаза стали еще уже и меньше не удивляйтесь это нормально следующей стадии как раз раскрыть и увеличить глаза для этого я прорисую широкую достаточно стрелку но обязательно добавлю растушевку растушевку который еще больше подчеркнул искусственную складку и так по порядку теперь поехали в действие как это выглядит нанесла первый базовый цвет затем его растушевую по форме и вы видите небольшая даже разница вот я сейчас монтирую и сижу и на экран смотрю насколько все таки влияет цвет освещения вот с какой стороны лампа у меня стоит вот одинаковые абсолютно оттенки брала и один глаз чуть темнее другой светлее за счет того что с одной стороны больше освещения у меня получается стояла то есть по яркости с другой стороны меньше и и даже вот несмотря на то что абсолютно одинаковые оттенки теней смотрится по-разному от освещения поэтому вот всегда говорю куда рассчитан макияж так вот по яркости и делайте потому что это вот наше все свет вообще настолько на макияж настолько на внешний вот его блики конечная форма все влияет от внешнего света и так после того как я первый базовый нанесла цвет растушевала теперь углубляю прорисовываю саму форму глубины макияжа глаз для этого нужна конечно линия подводки жидкой подводкой я нанесла первую линию и начинаю ее растушевывать обязательно я считаю что азиатские глаза нужно в мягкой форме растушевочной делать стрелки конечно есть когда такая форма что позволяет ну как бы прорисовать вот эту стрелку и она вам не режет глаз что она прерывается ну то есть она будет любом случае приламываться за счет вот самой формы глаз поэтому если для вас это нет смущения то пожалуйста рисуйте такие стрелки для меня все-таки это режет глаз поэтому я люблю в мягкой форме растушевочной добавить вот эту вот глубину самого макияжа глаз непосредственно растушевкой поэтому я увеличиваю в ширине вы видите даже насколько и обязательно гуля открывает глаза при открытии это ширина стрелки должна как раз утопать вот в эту прорезь глаза кстати интересный факт в японии очень модно рисовать стрелки опущенные слегка все таки вниз то есть внешний уголок мы занижаем для того чтобы сделать более такой печальный трогательный глаз но в данном случае я не делаю печальный взгляд а наоборот все на подъем потому что таким образом раскрытие и возрастная история уходит поэтому соответственно внешний уголок увидите что я прорисовываю на подъем и линию эту виду вверх дорогие мои в процессе макияжа все продукты которые я наношу я целый список всегда оставляю внизу под видео в описании поэтому всегда можете найти название того или иного средства которые я использую по поводу кистей также все новинки которые я покупаю на алиэкспресс и я свежие ссылки обязательно дополняю и также оставляю потому что все практически дну 90 процентов кистей я покупаю на алиэкспресс и они там действительно достойные хорошие по адекватной цене а я еще больше затемняю внешний уголок растушевкой и увожу этот уголок в мнимую так скажем складку раз хочу повторить что в данном случае макияж не настолько яркий поэтому нету как таковой сильно четкой прорисованной складки потому что нет у меня задачи сделать вечерний яркий очень насыщенный макияж если конечно делается вечер совсем вечер то в таком случае усиливается еще искусственная прорисованная складка еще больше округляются глаза распахнутые больше становится но в жизни этот и получается все таки ярко нарисованный макияж если у вас нет такой задачи то все таки вот этот способ нанесения он самый считается нейтральный и подчеркивает глаза но и в тот же момент зрительно и не настолько ярко выглядит для того чтобы еще больше распахнуть глаза расширить округлить соответственно необходимо ресницы вот я считаю в азиатских формах глаз необходимы ресницы дополнительные обязательно как правило во первых свои реснички очень маленькие очень короткие не растут не растут длина могут густо расти но по длине очень редко когда ресницы длинные а как раз длина она еще больше округляет и увеличивает глаза согласитесь поэтому конечно в данном случае внешний уголок делаю 12 миллиметров к центральной части я свожу на 13 миллиметров почему я делаю центральную часть века на 13 миллиметров потому что как раз центральная часть расширит и больше округлит глаза поэтому если вам нужен не такой лисий вытянутый взгляд а более круглый в таком случае внешний уголок чуть короче делайте внутренние естественно короче на 10 миллиметров сводим а середину как раз увеличиваете в длине и таким образом вы еще больше распахнете глаза клей я использую на латексной основе что значит латексной это резина соответственно в моменте когда вы открываете глаза после приклеенных ресниц возможно будет ниточка такой резины который все-таки склеила где-то глаза но очень удобно то есть в любом случае клей никак не реагирует на слизистую то есть нету аллергических реакций поэтому безопасно и стойки даже если девушка поплакала в любом случае реснички остаются на месте дублирую еще раз линию подводки самую тонкую уже прорисовываю поверх дополнительных пучков прям по ним я нарисую новую линию и таким образом пучки сольются еще больше собственными ресницами когда вы выполняете макияж и это делаете в первый раз данной клиентки да то мой совет всегда делайте не яркий макияж то есть яркость в любом случае можно всегда усилить и добавить в процессе вот сейчас я приклеила ресницы я смотрю я хочу еще большую глубину еще больше ширины и растушевки в черном цвете соответственно я еще больше усиливаю линию стрелки расширяю ее и добавляю глубину это не поздно делать если бы сразу я добавила и усилила и наверняка пробила черным цветом то возможно мне показалось очень ярко соответственно яркость убрать сложнее а добавить легко можно даже в процессе вот после ресничек она открывает глаза гуля я смотрю что хочется еще глазки усилить и это можно добавить всегда успеть поэтому самое главное правило не навредить как говорится потому что если вы чрезмерно добавите черный цвет мы знаем что его убрать очень сложно и так прорисовываю нижнюю линию ресниц соответственно это уже тот же самый коричнево-розовый оттенок почему я изначально все-таки люблю выполнять сперва макияж глаз а потом уже непосредственно тон лица коррекцию лица и все остальное потому что легко можно все осыпавшиеся тени подобрать ватным диском и соответственно у вас чистое вновь пространство с неосыпанными тенями и нету синяков под глазками потому что у вас чистая там зона перехожу к тонированию лица и сразу хочу сказать что кисть у меня очень удобно и в данном случае наискосок она мягкая чуть маловато для тонирования полностью лица но она настолько удобно что я не отказываюсь даже от такой детализации то есть очень удобно можно свести вот как раз ту самую зону когда у вас переход от теней к тонированию лица то есть полностью все плавные вот растушевки свести на нет и дозировать дозировать ей то он в таком минимальном количестве чтобы не было наслоения ссылку обязательно не и оставлю обратите внимание примут на нее на эту кисточку алиэкспресс что касается цветового фона тонального средства очень важно в данном случае землистый цвет лица соответственно в розовый оттенок мы не имеем права уводить тональное средство желтинкой но желтинка должна быть опять же в меру правильно потому что в любом случае должна свежесть быть лица и не затемнить лицо но и не пересветлить в данном случае тон в тон также плохо делать почему потому что в таком случае все-таки будет темнее лицо нежели шея поэтому я все-таки выбрала на тон чуть светлее и сделаю еще коррекцию на освежесть соответственно коррекция будет выполнена в основном румянами и я думаю вы внимательно смотрите что в процессе я все равно использую гидролат розы то есть периодически я брызгаю на лицо и вот как раз влажная основа на лице дает лучшее распределение любого жирного средства тональника и соответственно у меня есть и дозирование и хорошее увлажнение еще раз кожи дается поэтому каждом видео я своем прям вот советую настолько мне понравилась техника работы с гидролатами то есть я в перемешку с гидролатами выполняю тонирование и между каждым слоем опять же вроде бы гидролат и увлажняет и фиксирует и удаляет излишки а если вы в гидролат еще добавить любой пигмент сиянием то соответственно у вас будет вдвойне и увлажнение сияние зрительно лицо будет выровнена то есть красивое свежие с легким таким шиммерным блеском на высветление конечно же зоны у меня идут внешние уголки губ носогубные центральная часть лба внешний уголок глаза нижняя часть века все это дело на высветление соответственно за счет этого преображается и молодеет лицо я не призываю каждый раз тонировать кистями потому что это мой любимый способ моя любимая техника если вы любите спонжем тонировать прекрасно это также может быть потому что каждый мастер по-своему выбирает нужный им технику и нужные направления и соответственно от задачи то есть насколько у вас задача в ускоренном темпе сделать или все детализировать настолько подойти каждому клиенту вот прям по времени можно же макияж мы знаем и за 15 минут сделать да и за полтора часа в зависимости от задачи от необходимости тщательной проработки или времени нет всего лишь 15 минут и вы тогда выбираете экспресс а я конечно же огромный хочу привет передать казахстан потому что во первых я делала мастер-класс и очень много девчонок было из казахстана то есть вебинар мой прямой эфир смотрели из казахстана или меня это так приятно потому что я сама из оренбурга оренбург граничит с казахстаном и у нас настолько русские казахи все перемешалось в оренбурге потому что я росла среди девочек мои подружки казашки и у нас какая-то была одна единая семья сейчас к сожалению видите как нас разделяют все наши государства постсоветского пространства но в любом случае мы я думаю не разъединимы потому что мы выросли все вместе и как раз гуля из казахстана и она меня приглашала на vdnh проходила встречи казахской диаспоры и это было очень приятно для меня гуля прям вот от души благодарю и гуля также ведет свой блог в ю тубе ссылку на него оставляю в описании и кстати я хотел сказать что все таки вот красота спасет мир красота объединяет и она настолько нету вот этой политической истории то есть поэтому соответственно я думаю нам нужно держаться того чем мы занимаемся и получать от этого огромное удовольствие а я на первый взгляд довольно плотно припудриваю но пуховка имеет свойство как впитывает излишки нашего тонального средства так и и сделать матовое лицо плотное матовое идеальное как яичко всегда вы спрашиваете это photoshop не photoshop вот в процессе вы весь полностью макияж видите наблюдаете все изменения то есть вот от а до я я снимаю полностью все видео поэтому все изменения все объяснения я вам комментирую вот сейчас сижу за микрофоном делаю озвучку и подробно также смотрю на монитор и вижу также все изменения которые я в процессе макияжа выполняем и смотрите по задаче лицо очень маленькая гуля вообще маленькая на на самом деле метр пятьдесят с чем-то то есть у нее рост и соответственно пропорции лица также маленькие аккуратные поэтому сказать что жесткую коррекцию жесткое скульптурирование лица здесь не нужно делать здесь нужно задать свежий такой вот здоровый хороший вид лица поэтому румяна румяна в качестве коррекции второй момент который будет работать на свежесть хайлайтеры в данном случае хайлайтеры очень хорошо потому что само лицо маленького размера во первых еще цвет лица все-таки землистый соответственно хайлайтер еще больше подсветит еще дадут контраст и объемность и выровнят и соответственно будет отвлекающий маневр всегда я говорю что в любом макияже нужно сделать акцент акцент задает вам определенной отвлекание на недостатки то есть вы не будете смотреть а только на достоинство поэтому под бровками добавляю хайлайтер хайлайтер будет добавляться как раз зону выше румян и естественно нос верхняя часть губы центральная часть лба и подбородок свет в этих зонах задаст как раз и объем и свежесть и рельеф это конечно все хорошо но все-таки я задумалась вот как мы будем дальше работать с вами когда закончится наши запасы до запасы косметики и мы захотим купить наши любимые бренды которыми работаем а тут их и нет хотя вот я не знаю я верю все-таки светлое будущее что у нас все-таки как то все стабилизируется и вернется но пусть не на самую ту самую степень как у нас все было да по закупкам но в любом случае я думаю мы не перейдем на ту самую тушь советскую плевалка которая была давным давно да все таки я думаю прогрессирует и санкции не настолько нас изолирует что у нас не будет даже самой базовой косметики интересно как у вас дорогие мои настрой на всю эту ситуацию насколько вы все-таки пессимистично или все-таки все будет хорошо вот я вот к этому правилу сперва паникую а потом дучок паниковать да все нормально будет все и не из этой ситуации выходили все хорошо главное что все живы и здоровы были правда после нанесения хайлайтера румян я еще раз прохожусь гидролатом вот тут уже конечная фиксация то есть побрызгала лицо обязательно без мимики расслаблено лицо чтобы вот не было взбитие в морщинки мелкие опять еще раз спонжем пуховкой прохожусь и излишки собираю то есть пробиваю у там повый тон и чтобы это максимально смотрелось естественно и красиво после того как я выполнила тонирование пудру нанесла и можно переходить бровям вот это моя любимая такая вот стадия поэтапная некоторые любят работать наоборот сперва брови а потом к ним подтягивают весь макияж то есть я еще раз повторяюсь нет стандартный такой классики когда вот это правильно вот это неправильно я например всегда аргумент делаю что например когда вы наносите пудру тональное средство то в любом случае вы замахнетесь на бровки и все равно их нужно будет еще раз дублировать и прокрашивать вот это все-таки мое мнение когда вы выполнили полностью тонирование вы выполнили работу с пудрой соответственно уже ничего не собьет никак не испортит вашу форму бровей поэтому соответственно перехожу в конечном варианте к ним вот и вся моя позиция соответственно чтобы прорисовать данные бровки я использую по большей части все-таки тушь для бровей волосковым способом наношу и затем интенсивно начинаю прочесывать прочесываю на кисть а щеточку я нанесла мыло для фиксации таким образом они у меня и фиксируется и в нужное расположение задается по форме и таким образом прочесывается излишки туши тенями прорисовываю пудровым эффектом непосредственно окончательную форму процессе макияжа конечно я снимаю полу лежачем состоянии потому что камера у меня сверху стоит и таким образом удобно делать съемку и кстати в последнее время я все-таки замечаю что на самом деле очень удобный способ работы когда все-таки глава зафиксирована не совсем в лежачим а в таком вот полу лежачим поэтому если у вас какие то есть такие варианты работы в салоне например понятное дело что в гримерках таких условий нету но в салоне прекрасно можно организовать себе удобное место но в таком случае прическа делается после макияжа как вы любите работать в какой степени по распорядку то есть сперва прическу все-таки а затем макияж или наоборот вот интересно какой у вас любимый способ потому что здесь общаемся мы с вами вместе профессиональные мастера много смотрят меня до которые соответственно также имеют свои наработки поэтому дорогие мои коллеги пишите как вы любите работать сперва все-таки макияж а затем прическу и как вы это обосновываете почему вы так делаете а у меня в руках очень тонкая классная кисточка наискосок вот если вам нужна тонкая такая удобная для прорисовки бровок для прорисовки можно ей также стрелочку нарисовать жиденькой подводкой вот очень удобно и прям советую стоит копейки также алиэкспресс единственное у нее не сильно длинная ручка то есть кто не любит короткие кисти то это не самый удобный вариант если вам все равно по длине насколько ручка длинная или короткая то тогда рекомендую прям классная кисть на алиэкспресс цвет помады также не делаю ярким то есть макияж полностью соответствует выбранному тону который я изначально задала соответственно и румяна и цвет макияжа глаз им губная помада все в одной тональности подходя к завершению макияжа я могу сказать что конечно же однозначно макияж без прически не существует то есть если вы универсал если вы все-таки стилист и по волосам и мейкапер то соответственно это здорово вы можете в ваших руках создавать полноценный классный образ и в данном случае азиатские густые жесткие волосы как с ними работать как сделать как раз стильную классную укладку на короткую длину волос без проблем при помощи утюжка то есть можно сделать феноменальный классный объем который контролировать и в любую форму его то есть подкручивать и уводить при помощи утюжка утюжок я считаю самый универсальный на самом деле инструмент при короткой длине волос поэтому кто неравнодушен к укладкам обязательно проходите по ссылке и смотрите этот видео урок и так я завершаю макияж и закономерный мой вопрос как вам данное преображение для гули 52 года обязательно пишите свое мнение внизу в комментарии это важно для меня я ведь проделала целую работу сняла видео озвучку сделала и от вас только единственное прошу напишите свое мнение как вам такое преображение понравилось не понравилось классно получилось или нет любое свое мнение ведь она ваша и так вот эта техника укладки как раз о которой я вам говорила при помощи утюжка объемная классная легкая простая самое интересное любую стильную укладку вы с этой техникой сделаете поэтому обязательно во первых подпишитесь на канал и смотрите мои все видео уроки а также конечно же я есть во всех соц сетях tick tock instagram контакт абсолютно все соц сети для вас открыты мои двери поэтому подписываемся с вами была художник гример день акина светлана как всегда ловите от меня хорошего настроения крепкого здоровья и удачи удачи этого в многом залог нашего успеха до свидания до новых встреч на моем канале